Здравствуйте, дорогие ребята! Вы начинаете изучение новой, очень интересной и удивительной науки география. На урок географии вам необходим учебник, общая тетрадь, атлас с контурными картами за 6 класс. Сегодня на уроке мы узнаем, что означает слово география, что изучает география, источники географических знаний, методы исследования. География одна из древнейших наук. В переводе из греческого гео – земля, графо – пишу. Слово география означает землеописание. Современные географы считают, что география – это наука о природе земной поверхности, о населении и его хозяйственной деятельности. География, как наука, зародилась в Древней Греции. Название этой науки дал древнегреческий ученый Эратосфен, живший в III веке до н.э., 2200 лет назад. Его называют «отцом географии» за его заслуги в развитии географических идей в своем труде «Географические записки». Он собрал все знания о земле, накопленные предшественниками. Сочинение Эратосфена делилось по свидетельству другого древнегреческого ученого – Страбона на три книги. В первой автор дал критический обзор истории географии. Вторая книга излагает основы географии по взглядам самого автора. Предметом третьей книги составляет суша. География долгое время занималась описанием природы нашей планеты и населения отдельных стран. Путешественники открывали новые земли и моря, понадобилось несколько тысячелетий, чтобы описать земную поверхность и составить географические карты. Ребята, как вы думаете, что было необходимо древнему мореплавателю, чтобы благополучно доплыть до места назначения? Прежде всего, моряк должен был знать об очертаниях берегов, о мелях или коварных рифах, преобладающих ветрах, погоде, когда штиль, когда шторм, как спасаться от него и обязательно о людях, живущих на далеких берегах. Для купцов самое главное, что можно купить или обменять у заморских жителей. Это значит, что очень важна была информация, описание моря и суши, природы, хозяйства и жителей разных стран. Длительное время считалось, что география – это наука, которая занимается только открытием и описанием новых земель. К началу XIX века на земном шаре не осталось ни одной неизведанной земли. Исследователи поднялись на вершину самых высоких гор, опустились на дно глубочайших океанических впадин, впервые увидели Землю с космоса и сделали космические снимки земной поверхности. В современной географии выделяют физическую географию, экономическую и социальную географию. Физическая география представляет собой систему наук, изучающую природу Земли. Ее основная задача – исследовать особенности природы, выявить взаимосвязи между различными природными явлениями на земной поверхности. Люди живут и работают в разных природных условиях. Все необходимое для жизни они получают от природы. Чтобы правильно пользоваться благами природы и не наносить ей вред, нужно очень хорошо ее знать. Экономическая и социальная география изучает население и его хозяйство. Еще древнегреческие ученые Геродот и Страбон при описании стран отмечали, какие народы там живут, чем занимаются, что производят и чем торгуют. С географией мы с вами сталкиваемся каждый день, интересуемся временем, знаем, какой сегодня день, месяц, времена года. Все это благодаря тому, что в географии изучаются часовые пояса и движение Земли вокруг Солнца. Каждый день мы смотрим прогноз погоды. С помощью географии мы знаем, где расположена та или иная страна мира. Поэтому значение этой науки в жизни человека огромно. География, как наука, развивалась и менялась многие годы. Со временем менялись и задачи географии. Если раньше география отвечала на вопросы «что», «где», «когда», то сейчас география отвечает на вопросы «как», «зачем», «почему», «что будет». Например, как правильно использовать природные ресурсы, чтобы не навредить природе. Современная география выясняет, как и какие природные процессы создают горы и равнины, как изменяется рельеф Земли, какие изменения могут произойти в результате деятельности людей, исследовать и объяснить все процессы, происходящие на Земле. Одна из важнейших задач современной географии – это изучение процесса взаимодействия природы и общества в целях рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятных условий для жизни человека на нашей планете. Откуда можно почерпнуть знания по географии? Источниками географических знаний служат учебники, географические справочники, энциклопедии и географические карты, атласы, насыщенные информацией географические журналы и газеты. В наше время, чтобы получить нужные географические сведения, люди пользуются услугами сети интернет. Интернет – наиболее распространенный и доступный источник информации. Через всемирную сеть можно ознакомиться с любыми отраслями географии и научными исследованиями. Там вы сможете найти ответы на множество вопросов. Чтобы получить географические ресурсы и знания, пользуются различными методами исследований. Метод от древнегреческого означает путь исследования или познания. Это совокупность шагов, действий, которые нацелены на решение определенной задачи или достижение определенной цели. Давайте рассмотрим с вами, какие методы использует наука география, которые делятся на традиционные и современные. Самые древние из них – описательный и сравнительный. С помощью этого метода можно описать и сравнить географические объекты. Также давно используют в географии экспедиционный метод исследования непосредственно той или иной территории. Первыми исследователями неизвестных земель были путешественники и мореплаватели. Они открывали новые страны, народы, материки, острова, океаны, моря, заливы, горы, равнины, реки и озера. Описывали природные условия, жизнь и занятия населения. Во время исследований новых земель изображались маршруты и путешествий и составляли планы и карты. Так возник важнейший в географии метод, который называется картографическим, который дает возможность наблюдать за закономерностями размещения в пространстве географических объектов с использованием карт. Для определения подлинности исторических событий, нашедших в древних текстах и рисунках, применяют исторический метод. Статистический метод дает представление о природных объектах, используют количественные и качественные данные, например, какова высота или глубина, площадь территории, запасы природных ресурсов, численность населения, представляющие географические объекты, процессы явления. С помощью этого метода изучаются закономерности развития природы и общества, проводятся сравнения, анализы и обобщения информации. География очень тесно связана с математикой, осуществляет различные расчеты. Например, численность населения в разных городах может очень сильно отличаться. Применяя экономикой математический метод, можно установить разницу и причину. Исследование любой территории, например, страны или природных зон, неизбежно приводит к установлению различий территории – рельефа, климата, почвы, растительности или направления сельского хозяйства. Сущность районирования заключается в делении и описании районов по определенным условиям, которое имеет большое теоретическое и практическое значение для изучения географической науки. Как и любая наука, география постоянно развивается. Методы дистанционных исследований используют аэрокосмический метод. В настоящее время стал одним из важнейших в географии. Снимки и наблюдения с космических станций, спутников и самолетов позволяют создавать очень точные карты, находить месторождения полезных ископаемых, следить за погодой, за деятельностью человека, загрязнением земной поверхности, также получать информацию о планетах Солнечной системы. Для изучения и исследования реальных объектов создаются модели, например, глобус, планеты Солнечной системы. Под географическим прогнозом понимается научно обоснованное осуждение о возможном состоянии объектов в будущем, например, спрогнозировать изменения в природе, которые повлечет за собой свалка мусора у реки, или что будет через пять лет, если количество автомобилей в городе увеличится в два раза. Все методы исследований тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Современная география представляет группу взаимосвязанных наук, в которой выделяют естественные и общественные географические науки, количество которых постоянно увеличивается. Особое место в системе географических наук занимает картография. Географические знания и умения читать карту – один из необходимых элементов культуры и научного мировоззрения. Например, в атласе за 6 класс на странице 14 вы найдете карту полушарий мира. На этой карте показаны материки и океаны. Давайте попробуем их найти. Для начала, что такое океан? Океан – это крупнейший водный объект, составляющий часть мирового океана. Выделяют Тихий океан, Атлантический океан, Северно-Ледовитый океан, Индийский океан. Но сейчас ученые выделяют еще один океан, Южный, который омывает берега материка Антарктиды. Что такое материк? Материк – это крупная часть суши, окруженная водой. Всего на Земле существует 6 материков. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Евразия – самый большой материк. Он занимает почти треть суши на Земле. Наша страна находится на этом материке. Это единственный континент на Земле, омываемый сразу четырьмя океанами. На севере – Северно-Ледовитый океан, на востоке – Тихий, на западе – Атлантический, на юге – Индийский. Евразия состоит из двух частей света – Азия и Европа, разделенных цепью Уральских гор. Африка – второй по величине материк. Это самый жаркий материк. С севера его омывает Средиземное море, с северо-востока – Красное море, с востока – Индийский океан, с запада омывает Атлантический океан. С северная Америка – третий по величине материк. Берега материка омывают с севера – Северно-Ледовитый океан, с востока – Атлантический океан, с юга-востока – Карибское море, с запада – Тихий океан. Южная Америка – четвертый по величине материк. Он омывается на западе – Тихим океаном, на востоке – Атлантическим океаном. Антарктида – это пятый по величине материк. Самый холодный материк на Земле. Круглый год почти вся его поверхность покрыта толстым слоем льда. Австралия – самый маленький и самый малонаселенный материк. Шестой по величине. Он омывается с востока – Тихим океаном, с запада – Индийским океаном. Вода и суша на поверхности Земли распределяются неравномерно. Большая часть, 71% поверхности земного шара, занята Мировым океаном. Значение информации в наше время еще более возросло. Современный мир стал почти единым. Сети интернета и телефонов опутали его своей незримой паутиной. А главный фактор успеха в любом деле – это владение информацией. Какую же науку для современного человека и лично для каждого из вас поможет получить география? С древних времен география служила людям. Географы открыли и продолжают открывать немало тайн природы. Благодаря их исследованиям люди получили ответы на многие вопросы. Например, почему идет дождь или дует ветер? Почему в Африке жарко, а в Антарктиде круглый год царствует холод? В каких районах земли нужно искать нефть, железную руду или другие полезные ископаемые? Современный человек нуждается в географических знаниях. Во-первых, знание процессов развития природы и хозяйства. Это позволит ответить на множество вопросов. Как живет наша природа? Почему различаются природные условия и виды деятельности человека в разных странах и регионах? Куда отправляют товары из вашего города или района? И откуда привозят к вам? Как будет меняться природа и хозяйство вокруг нас? Что ждет человека и всю нашу землю в ближайшем и отдаленном будущем? Во-вторых, практические вопросы, которые каждому приходится решать в повседневной жизни. По какой дороге можно доехать из города Баткен до города Бишкек? Удобно ли позвонить в 9 часов вечера из Бишкека в Вашингтон? Какой наилучший маршрут выбрать для поездки во время летних каникул? В какое время года лучше отправиться в путешествия? Например, в Индию или в Аргентину? Откуда у нас дома еда на столе? И с какой стороны у нас дома телевизор, компьютер, холодильники или другая техника? В-третьих, выбор профессии. Военные, летчики и моряки обязаны хорошо знать географическую карту. Геологи – горные породы. В строителе любое освоение территории и строительство не начинаются без предварительного изучения местности. Так, при строительстве гидроэлектростанции на реке нужно определить, где строить плотину. Изучить, из каких пород сложены берега реки. Какая территория после строительства плотины будет затоплена водой. Предприниматели – особенности размещения предприятий и связи между ними. Работники туристического бизнеса должны знать более полную информацию о разных странах и регионах мира. Решение этих задач требует всестороннего комплексного изучения территории страны в целом и отдельных ее регионов. То есть взаимосвязанного изучения их природы, населения, хозяйства и взаимосвязи между ними. Итак, ребята, из вышесказанного попробуйте ответить на вопрос, зачем нам нужна география. География помогает нам видеть образ мира и ориентироваться в нем. География изучает, исследует, прогнозирует, объясняет. География помогает решать практические вопросы в повседневной жизни. В процессе изучения курса начальной физической географии мы с вами научимся работать с планом и картой. Узнаем о земных оболочках, литосфере, атмосфере, биосфере и о том, что они постоянно находятся во взаимодействии друг с другом. Изучим население Земли и рассмотрим, какое влияние оказывает природа на жизнь человека. Мы с вами знаем, что и человек оказывает очень сильное влияние на природу. Мы видим, как природа Земли стала очень быстро меняться, и поэтому необходимо предвидеть те изменения в окружающей среде, которые могут произойти под влиянием хозяйственной деятельности человека в ближайшем и отдаленном будущем. Это и многое другое раскроет нам занимательная наука география. На этом наш урок окончен. До свидания.